МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народный фронт безвизовый режим саботирует. Чем пахнет мантия? Как беглый судья Чаус на лекарствах зарабатывал. Отдохнул от обыска, где находится экс-губернатор Киевской области, объявленный похищенным. Вот уже неделю в этой студии стоит удушающий запах гари. И ровно столько же на месте стоит расследование дела о поджоге редакции подробностей. Напомню, в воскресенье 4 сентября так называемые мирные протестующие ворвались в здание телестудии и подожгли ее. Еще до начала расследования из уст политиков разного уровня звучали самые фантастические версии. В том числе, что журналисты подробностей подожгли себя сами. Сегодня, спустя неделю, ход расследования прокомментировала глава нацполиции Хатя Деканаидзе. Давайте послушаем. Конечно, богатая версия существует. Это очень такое громкое резонансное дело, которое существует. Всегда вокруг таких громких резонансных дел существует богатая версия. Но одно дело версии, другое дело это расследование, которое уйдет в нас в главное управление, в следственное управление. Это очень важно. Пока таких новых фактов идет расследование. Новых фактов пока у меня нет. Как только будут новые факты, я понимаю, насколько это важно. Я понимаю, что построить новую Украину важно, чтобы каждый кирпичок, который мы делаем, который мы должны создать вместе, чтобы мы это делали вместе. Так что, если будет новая информация, я обязательно повертаюсь к вам. То, что в деле о поджоге нашей редакции нет никаких подвижек, неудивительно. Как показывает собственное расследование оппозиционного блока, вот эта четверка, которая непосредственно организовала и осуществила нападение на нашу студию. Заказчики, министр внутренних дел Аваков и руководители партии Народный фронт. Руководил штурмом студии экс-начальник департамента нацполиции по противодействию наркопреступности и любимчик министра внутренних дел Илья Кива. Функции штурмовиков исполняли Алексей Капишинский по кличке Качок и Вадим Мизера по кличке Мизер. Все они с криминальным прошлым и на крючке МВД. Нападение на редакцию подробностей не единственное громкое дело, расследование которого буксует. В начале сентября Деканаидзе заявила об отсутствии прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Напомню, погиб он два месяца назад, 20 июля. И есть развитие в деле о янтарной мафии, которую по заявлениям руководства нацполиции уже победили несколько недель назад. А сегодня стало известно о новых янтарных задержаниях. Кто на сей раз оказался на крючке у правоохранителей? Рядовые копатели или рыба покрупнее? Узнаем у Ольги Рыцарь. Спецоперация «Янтарь», несмотря на уверение чиновников, из МВД о полной победе все же продолжается. В Ривненской области в городе Сарны задержали очередного янтарного прокурора и двух организаторов незаконной добычи полудрагоценных камней. Об этом, как всегда, на своей странице в Фейсбуке сообщил глава МВД Арсен Аваков. Пишет, операцию проводили следователи главной военной прокуратуры, оперативники Департамента защиты и экономики нацполиции, СБУ вместе с бойцами подразделения КОРД. Ну а о подробностях пока все молчат. Молчат и в самой Сарнинской прокуратуре. Противостояние правоохранителей янтарной мафии явно затянулось. Каждый месяц в МВД заявляют о задержаниях организаторов янтарной ОПГ. В июле это был зампрокурора Ривненской области. Тогда сообщили, в янтарную мафию входили 32 человека, среди которых сотрудники районных и областных органов прокуратуры, местных органов власти и местные криминалитеты. Вскоре появилось заявление замглавы нацполиции Вадима Трояна, человека не последнего в структуре МВД. Он уверял, с янтарной мафией покончено. То, что такое заявление явно идет в разрез действительностью, демонстрирует видео пограничников, которые они опубликовали на днях. На кадрах аэросъемки три места незаконной добычи камня в Ривненской области. Отчетливо видны и мотопомпы, и тяжелая техника, и десятки людей. Работа кипит. И в целом понятно, янтарная мафия отнюдь не побеждена. Она процветает. А вот и видео наших журналистов, отснятое с помощью квадрокоптера на прошлой неделе. Село Клесов, недалеко от города Ривна. В народе это место называют самопровозглашенной янтарной республикой. Здесь десятки старателей с лопатами и даже мотопомпами. Добывают камень в промышленных масштабах. Без правоохоронных органов незаконный вывод в Бурстану неможливый. Поэтому сегодня он крышется и на всех уровнях нашей правоохоронной системы. Это не только полиция. Законопроект о легализации добычи янтаря в парламенте лежит уже 8 месяцев. Но каждый раз его ставят в конце повестки дня, чтобы случайно его не рассмотреть, говорит автор законопроекта. По его словам, группа депутатов в парламенте блокирует его принятие. Ольга Рыцарь, Инна Белецкая. Подробности телеканал Интер. Новый скандал вокруг одесского припортового. Нардепы из фракции Народный фронт Николай Кнежицкий, Павел Пинзянек, Александр Дроздик и Дмитрий Голубов из блока Петра Порошенко подали в генпрокуратуру заявление на Михаила Саакашвили. Просят проверить информацию, которую предоставил им первый зампредседателя правления ОПЗ. Николай Щуриков утверждает, что одесский губернатор и другие чиновники совершили преступления, которые повлекли тяжкие последствия для государства. В частности, казна якобы недосчитается более 6,5 миллиардов гривен из-за того, что цена одесского припортового была занижена. Сам Михаил Саакашвили на эти обвинения отреагировал на своей странице в Фейсбуке. Написал одну фразу, цитирую, «Клинические идиоты украинской политики держат народ за идиотов». Не дня без испытаний. Систему электронного декларирования чиновников депутаты хотят изменить. Чем она не угодила на сей раз и к чему это может привести? Мнение экспертов далее в сюжете. Тачки, дачки и квартиры. Как должны декларировать свое имущество чиновники? Не прошло и двух недель с момента запуска многострадальной системы электронного декларирования. Как ее захотели изменить? Депутат от Народного фронта Татьяна Донец зарегистрировала в Раде соответствующие законопроекты. Записал машину на жену. Не беда, этого никто не узнает. Ведь жена может отказаться предоставить мужу информацию о своем имуществе. Получил дорогущий подарок. Главное, чтобы его стоимость не превышала 10% от твоего годового дохода. Самому вписывать имущество в декларацию тоже не надо. Есть реестры. Вот как объясняет свою инициативу депутат Фронтовик. Мы сделали и реестры автомобилей, реестры нерухомостей, корпоративных прав. И когда человек открывает строчку в электронной декларации, потом вводит свой призрач и идентификационный номер, реестр должен автоматически подтянуть всю эту информацию, которая на сегодняшний день уже есть в электронных реестрах страны Украины. А той информации, которую нет, человек должен выполнить от руки. В такой способе посадовец фактически перестает отвечать за брехню в декларации. Он всегда может сказать, что это ошибка других реестров. Особенно это важно и с вказанием бенефициарной властности. У нас есть случаи, когда в едином государственном реестре, например, нет информации о том или ином компании. Такие случаи могут возникать теперь и в реестрах нерухомостей, если нужно какую-то информацию приховать, и в реестрах автивок. Он очень жесткий, этот закон, в нынешнем варианте, не в варианте Донець. Он фактически майно куда-то схватит, свои статки, свою нерухомость, очень тяжело. Это почти не возможно. А майно Донець предлагает? Пропоняет, да, чтобы все-таки можно было, чтобы фактически было переписано на родителей, а родители далекие, например, не подняют переверкам, как приватные люди. Так они же не на государственной службе. О публичности декларации тоже предлагают забыть. Так она, проект Донець, играет на руку больше тем, кто не заинтересован в публичности этих деклараций. Она предлагает, чтобы только часть информации в декларации имела публичный характер. То есть вы имели доступ узнать, подал тот или иной чиновник или политик декларацию, или не подал. То есть наличие декларации, но не ее содержание. Все сводится к тому, что общественность не должна знать, сколько у чиновника машин, квартир и домов. Автор документа считает, что это обезопасит госслужащих от воров. Эксперты же уверяют, обезопасит разве что от ответственности за нечестно нажитое имущество. Законный проект Донець не первая ласточка от Народного фронта, который, видимо, всячески противится этим декларациям, говорят политологи. Про необходимые изменения, закон про электронное декларирование, говорил министр юстиции Павло Петренко, соратник Ценюка и один из ключевых грабцов Народного фронта. Раз он говорит, значит, проблема очень больная. Работают все, чтобы этот закон был изменен, а лучше, чтобы холостить. Потому что он просто был пустий. А элита продолжила свое роскошное, гедонистическое життя, как она это делала, спокойно 25 лет. Мы ожидаем сейчас, в вересне, решение о транше, мы ожидаем до конца жевтня решение о безвизовом режиме. В соответствии, голосовать любые скандальные законопроекты по электронному декларированию сейчас. Это все равно, что повесить на парламент великую вывеску, нам чхать на співпрацю с Евросоюзом и Международным валютным фондом. Мы хотим сохранить свои коррупционные статки. Палки в колеса системе электронного декларирования начали ставить еще до ее создания. То никак не могли сформировать нацагентство по предотвращению коррупции, то несколько раз переносили запуск. Последний скандал, когда госпедсвять за пару дней до начала работы системы отказалась выдавать сертификат безопасности. А без него данные реестра декларации Филькина грамота. В суд с такими доказательствами не пойдешь, чиновника заложь, к ответственности не привлечешь. С горем пополам сертификат выдали, систему запустили 1 сентября. Теперь новая атака законопроект. И эксперты уверены, не последняя. Анна Каменева, Павлина Василенко, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Проект «Стена на границе с Россией» – одна из самых масштабных коррупционных махинаций власти. И провести аудит этого проекта нужно немедленно, причем с участием авторитетных международных компаний. Об этом заявил нардеп от оппозиционного блока Николай Скорик. Он напомнил, что во время строительства по грану креплений было разворовано почти 2 миллиона гривен. И эти факты зафиксировала генпрокуратура. Нардеп назвал проект «золотой коррупционной жилой». И только этим, по его мнению, можно объяснить требования депутатов от Народного фронта выделить на стену еще 4 миллиарда гривен. Продолжается и коррупционный сериал, где в главной роли беглый судья-взяточник Николай Чаус. После того, как депутаты наконец-то лишили его судейского иммунитета, суд разрешил задержать беглеца. Но для начала его нужно разыскать. Тему продолжит Мага Тривовяз. Задержать скандального киевского судью Николая Чауса. Такое решение, как стало известно сегодня из сообщения специализированной антикоррупционной прокуратуры, принял в прошлую пятницу соломинский райсуд столицы. Вот что нам сказал по телефону главный антикоррупционный прокурор. Напомню, судья Днепровского аэроссуда Николай Чаус погорел на взятки в 150 тысяч долларов еще в начале августа. Эту сумму он требовал за смягчение наказания 74-летней пенсионерки из Бойерки Светлане Сосевич. Она с 2013-го продавала димедрол и другие наркосодержащие препараты. Ей грозило 10-12 лет тюрьмы. Однако Чаус дал ей 5 лет условно. За извольнение от криминальной ответственности, призначение покарания неповязанного с позбавлением воли что до особи, которая вчинила злочин в сфере незаконного убива наркотических засобов. Накаледованные тысячи долларов Чаус законсервировал в стеклянных банках. Такую консервацию судей, зарытую в землю, и нашли детективы, когда проводили обыск у него дома. Деньги изъяли, но арестовать взяточника не смогли из-за судейского иммунитета. К тому времени, как Верховная Рада после каникул сняла защиту с Чауса, его и след простыл. Где он? Его семья и коллеги не знают, зато знают в антикоррупционной прокуратуре. Говорят, Чаус в Крыму. Вот что заявил Холодницкий на прошлой неделе. Парадоксальная ситуация, потому что Крым – это Украина, и формально мы не можем его огласить в международный расшук, в дискуссии в его местах, если будет подтверждено, что он в Крыму. И если мы такие пробуем сделать, тогда мы формально признаем юрисдикцию агрессора на территории нашей страны. И тут нужно сейчас искать шляхи выречения. Что же будет дальше? Холодницкий нам кратко заявил – будут разыскивать. А вот как именно будут задерживать Чауса – пока не ясно. Магда Крявя, Сергей Ведмедь. Подробности – телеканал Интер. Крутое пике экс-главы госавиаслужбы Дениса Антонюка. НАБУ передала в Соломинский рай суд Киева производство против него с подозрением в злоупотреблении служебным положением. А именно – нанесению убытков авиакомпании UMAIR. Речь идет о сумме в 750 тысяч гривен в связи с отменой двух авиарейсов по маршруту Киев-Тегеран-Киев. Следствие считает, что решение это было принято в пользу авиакомпании МАУ. Напомню, Антонюк занимал пост главы госавиаслужбы почти полтора года. С марта 2014 по сентябрь 2015. А до этого был директором по развитию международных авиалиний Украины. Настоящий экшен на выходных устроили сотрудники правоохранительных органов в Мукачеве. Там патрульные ловили пьяного прокурора. Была и погоня, и сирены, и наручники. Чем все закончилось, знает Марина Коваль. Вот как описывают случившиеся патрульные полицейские. Вечером они увидели припаркованный с нарушениями автомобиль. Когда решили подойти, машина резко рванула с места. Началась погоня. Маневрируя, автомобиль с нарушителем врезался в металлическое ограждение, установленное вдоль тротуара, и остановился. Водитель вышел из машины и попытался сбежать. Полицейские говорят, был слышен сильный запах алкоголя. Его поведенка не соответствовала обстоятельствам, а также была нечетка мова и резкий запах алкоголя. Патрульные полицейские, догоняющие его, получили удар от водителя, а другого он схопил за руку. Они были уменьшены использовать физическую силу и закрутить руки за спину и использовать спецзасиб кайданки. Когда полицейские задержали водителя, тот стал жаловаться на самочувствие и потребовал вызвать скорую помощь. Правда, когда врачи приехали, он в очередной раз попытался сбежать уже из машины скорой, но снова безуспешно. Выяснилось, что резвый, но нетрезвый нарушитель сотрудник местной прокуратуры, а его отец возглавляет Мукачевскую районную больницу. В областной прокуратуре пообещали провести беспристрастное расследование по двум статьям по факту аварии и оказанному при задержании сопротивлению полицейским. Есть уже сейчас такая информация от лекарей, что он в наследстве ДТП отримал забор головного мозга, а также закрытую черепную мозговую травму. На данный момент он перебывает на лечении в Мукачевской ЦРЛ. Предложено также служебную проверку и о работе Мукачевской ЦРЛ в связи с тем, что работники полиции заявляют, что медики им перешкоджали. Это не первый сотрудник Мукачевской прокуратуры, которого патрульные задерживают пьяным за рулем. В марте полицейские поймали в Мукачеве прокурора с двумя промилле алкоголя в крови. Но, как сообщили нам в областной прокуратуре, их коллега отделался легким испугом. Суд признал, он был трезвый, несмотря на то, что полицейские зафиксировали показания теста на уровень алкогольного опьянения. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Из-под ареста на работу замгубернатора Киевской области Игорь Любко, которого задержали на прошлой неделе по подозрению в вымогательстве, сегодня пришел на аппаратное совещание и сделал заявление. Какое именно и где сейчас уже бывший губернатор Киевской области, пропавший накануне, знает Егор Логинов. Сегодня на сайте ГПУ появился официальный комментарий по поводу задержания Игоря Любко. В нем говорится, замгубернатора Киевской области вымогал у одной из своих сотрудниц и получил 200 тысяч гривен. Взамен обещал не препятствовать в дальнейшем трудоустройстве. Поведомлено про подозру, а также обрано за пробежный заход в виде тримания под вартою и заставы в сумме 9.3. Однако сегодня Любко, как ни в чем не бывало, явился на аппаратное совещание в обладминистрацию. Заявил, виновным себя не считает и попросил провести служебное расследование. Каким образом чиновник, находящийся под стражей, попал на работу, может уже внес миллион гривен залога, нам обещали объяснить в ГПУ. Но ответа пока не дали. А вот пропавший в субботу, как раз во время задержания своего зама, бывший губернатор Киевской области Максим Мельничук, причастность которого к данному делу правоохранители сейчас проверяют, сегодня нашелся. В пятницу ГПУ провела в его квартире обыск, после чего жена Максима Мельничука заявила, муж исчез и не отвечает на звонки. Сегодня адвокат Юрий Сухов заявил, его клиент просто отдыхал. Были выходные дни, человек ездил и отдыхал. Он уже не является госслужащим, поэтому человек имеет право отдохнуть после того, как он стал свободен. Где именно отдыхал? Почему жене якобы не сообщил о намерении отдохнуть, пока его квартиру обыскивали? И где губернатор, которого президент в субботу уволил, адвокат не уточнил. При этом Сухов уверяет, его клиент Мельничук не будет прятаться от следствия. Правда, пока правоохранители никаких требований к бывшему губернатору Киевской области не предъявляли. Игорь Логинов, Никита Исайко, подробности телеканал Интер. Торговца судейскими мантиями задержала сегодня прокуратура возле администрации президента. Мужчину поймали с поличным при получении 30 тысяч долларов от одного из киевских судей. За кругленькую сумму вымогатель предложил помощь в пожизненном избрании. Обещал предоставить положительную рекомендацию высшей квалификационной комиссии судей и решение Верховной Рады о продолжении полномочий. Имя его в прокуратуре пока не называют. Имел ли злоумышленник влияние на кадровые решения там пообещали разобраться. Однако известно, что вымогатель ранее уже был осужден, но в этом году досрочно вышел на свободу. Эта человек, фактически, уже неодноразово была осуждена за злочины, связанные с шахройством. В 2013 году его было осуждено до 9 лет по избавлению воли с конфискацией всего майна. Также он притягался до криминальной ответственности за сохранение наркотических речей. Также до закрадышки особа ранее пропонувала послуги по выделению земельных делянок, пропонувала послуги по купиванию через акционы за ниженными ценами, коштованных транспортных засобов, а также низких и других злочин. Европейский Союз осуждает проведение выборов в Российскую Госдуму в аннексированном Крыму и Севастополе. Позицию Брюсселя озвучила пресс-секретарь Европейской комиссии Майя Касьянчич. Она подчеркнула, ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексии Крыма. Касьянчич отметила, за выборами в России будут наблюдать ОБСЕ. Представители миссии уже начали свою работу на территории Федерации. Но вот следить за голосованием в Крыму они не будут. А также не станут упоминать об оккупированном полуострове в отчете о проведении выборов. Напомню, голосование состоится 18 сентября. Ну и буквально полчаса назад закончилась встреча президента Украины с послами Большой Семерки и Европейского Союза. Петр Порошенко призвал не признавать легитимность выборов в парламент РФ в Крыму и сохранить санкции в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Также украинский президент подтвердил, что Украина за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Донбассе и на нынешнем этапе все усилия должны быть направлены на выполнение российской стороной минских соглашений. Также на встрече обсуждался вопрос освобождения заложников и политзаключенных, которые находятся в России и на оккупированных территориях. В Беларуси акция за честные выборы. Два часа назад в Минске местные оппозиционеры вывели на улицы людей. Основное требование – новое голосование. Итоги последнего протест на настроенных беларусов не устраивают, хотя именно на этот раз в парламент все-таки допустили оппонентов Лукашенко. Правда, всего двоих – Анну Копытскую и Елену Анисим. Явка по данным официального Минска составила 74%. Впрочем, как заключают политологи, ситуацию в республике эти выборы вряд ли изменят. Остальные 108 мест в законодательном органе достались ставленникам власти. Беларусь лишь частично выполнила свои обещания по демократизации избирательного процесса, но все же ей предстоит еще сделать шаги в данном направлении. Однако стоит отметить, что некоторый прогресс все-таки и есть. Очередной теракт в Турции. Пострадали около 50 человек, двое в критическом состоянии. Машина, начиненная взрывчаткой, взлетела на воздух недалеко от офиса правящей партии справедливости и развития в городе Ван. Поблизости также находится и приемная губернатора. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Турецкие власти винят в нападении запрещенную в стране рабочую партию Курдистана. Кому они посылают поддержку? Против кого воюют? Все убедились, как они действуют. Со взрывчаткой и разными газовыми баллончиками они представляют постоянную угрозу для региона. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Компенсируем всем, где Кабмин деньги на субсидии брать будет. Всем сестрам по серегам, куда еще поедет львовский мусор. Глава Минфина Александр Данилюк предлагает украинцам еще ту же затянуть пояса. Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg. И госбюджет текущего года чиновник назвал нереалистичным. По его словам, корректировка сметы в сторону сокращения статей необходимо, чтобы вернуть бюджет к цели, согласованной с международными кредиторами. Так как задержка с приватизацией и низкие темпы восстановления экономики не дали ожидаемых доходов. Уточнить, какие области могут пострадать, министр отказался. А вот проект главной сметы страны на следующий год правительство передаст в парламент уже до конца недели. И будет этот бюджет прозрачным и понятным, заверил сегодня утром на своей странице в фейсбуке премьер. А в обед Владимир Гройсман провел в Кабмине селекторное совещание с министрами и губернаторами, чтобы выяснить другой актуальный вопрос. Как на местах начислять субсидии и есть ли с этим проблемы. Подробнее Ирина Романова. Зима близко, а значит пора правительству и местным властям подумать об отоплении и других коммунальных услугах. Точнее о том, как их будут оплачивать украинцы. Премьер настроен оптимистически. Все те, у кого имеют гроши, они заплатят полную цену, а те, кто имеют небольшие доходы, разница порядка 85% заплатит держава. Мы всех профинансуем. К совещанию Владимир Гройсман подготовился основательно, оперирует цифрами, показывая таблицы, кому сколько придется заплатить зимой. Будет дешевле и дешевле платеж, чем это было рік назад. Двухкомнатная квартира, двоих особей пенсионеров. В прошлом году обязательный платеж был у них 407 гривен, а в этом году 387 гривен. Если люди будут поживаться и экономить, эту экономию мы должны перераховывать этим людям грошами. И мы до этого сегодня готовимся. Успокоив граждан, Гройсман принимается за мэров, отчитывая тех, кто стал самостоятельно снижать тарифы. Будь ласка, если вы считаете, что вам лучше сиять коррупцию через сниженные цены и делать все для того, чтобы сбогачивались те, кто может закрутить оборудки в теплокоммуненерго и водоканалах, это ваш выбор. Первым под раздачу попал мэр Николаева, правда, по другой причине. Коллега, я понимаю, что переписка в мобильном телефоне это очень важно, но важнее то, как мы нададим поддержку людям. Субсидии по расчетам Минсоцполитики получат в два раза больше домохозяйств, чем в прошлом году. Денег на это тоже заложено больше, говорит министр, около 40 миллиардов гривен. С початком опаливального сезона автоматичного перерахунка средний размер субсидий вырос до 2-3-2,5 тысяч гривен на месяц. Очекается, что в 2016 году, с рахованием изменений цены тарифов, количество отримающих субсидий взросло до 9 миллионов домохозяйств. Проблемы с перерасчетом субсидий, говорит министр, есть в четырех областях – Одесской, Черновицкой, Донецкой и Луганской. Проблемы с тем, что свыше 10 тысяч за последние два месяца у нас пенсионеры проехали с территории всей Украины. Впрочем, проблемы до конца месяца пообещали решить и к отопительному сезону быть в полной боевой готовности, оформлять людям субсидии без проволочек. Ирина Романова, Геннадий Никенко, подробности, телеканал Интер. Амар Николаева ближе к вечеру объяснил, почему не слушал премьера во время совещания. Александр Сенкевич сообщил, что решал по телефону важные дела города. Как оказалось, в этот момент несколько депутатов горсовета находились на полигоне бытовых отходов и требовали от мэра немедленно принять решение по ситуации на свалке. После того, как Сенкевичу позвонил пятый человек, он начал переписку, за что и получил выговор от Гройсмана. А все дело в том, что мусор из Львова после столицы и Днепра уже начали свозить и в Николаев. Во сколько обойдутся мусорные перевозки, кто за это заплатит и спасут ли сам Львов, такие меры расскажут наши корреспонденты. Мусор из Львова теперь будут возить в Николаев. Несколько дней назад мэр Андрей Садовый попросил своего николаевского коллегу принять грузовики с бытовыми отходами. Тот не отказал. На городскую свалку ежедневно будут приезжать по пять фур. Это около 250 кубометров мусора. Да, у нас полигон тоже загружен уже на 80%. Есть определенные меры его работы, определенные сроки. Но мы живем в одной стране. У Львова трагедия. Мы временно помогаем украинскому городу Львову. Дорога из Львова в Николаев не близкая. Туда и обратно 1600 километров. За каждый километр 15 гривен. Получается, один грузовик будет обходиться в 24 тысячи. Считаем дальше. Пять фур в день – это 120 тысяч гривен. Платить будут из городского бюджета Львова. Компенсация этих вытрат, которые идут на то, чтобы транспортировать на дальней отстанье. Тут не имеем дисциплину. За перевезение великотонной зимодомбилями. Такое было проинтересно. Тем временем во Львове недовольство людей тем, что город завален мусором, растет. Его не вывозят из трех районов – Шевченковского, Франковского и Сиховского. На большинстве улиц баки переполнены вокруг мухи и вони. Вчера ночью жильцы домов по улице Владимира Великого не выдержали и вышли на стихийную акцию. Они достали пакеты с отходами из баков, выложили на проезжую часть, а потом и вовсе перекрыли движение. Купа такая была кругом-кругом. Потеки текли. Сильно, очень запах был неприятный. Но не только тут было, там и билетых смертных киев, это целый район был. Почти тыждень, можно сказать, шесть дней точно не вывозили. Тут было страхище. Но не обрадовались львовскому мусору и жители района, которые соседствуют с Николаевской свалкой. Говорят, полигон давно переполнен и его пора закрыть. Зачем нам здесь чужой мусор? Пусть строят перерабатывающие заводы, пусть его там у себя лопатят. Говорить о мусоре собираются и депутаты Николаевского горсовета. Для этого созывают в неочередную сессию, хотят запретить ввести чужие отходы в город. Исходя из того, что полигон не резиновый, он давно уже насыщен, даже перенасыщен отходами бытовыми Николаева, я не думаю, что самым правильным решением есть принимать отходы любого другого города. В частности, Львова, который находится почти в тысячи километрах от Николаева. А пока местные депутаты только заявили о созыве сессии первые пять фур с мусором, сегодня уже разгрузились в Николаеве. Кирилл Ющишин, Галина Якушко, Игорь Попов, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Николаев Львов. А вот в Днепре сегодня устроили мусорную забастовку. Там более полсотни жителей поселка Диевка перекрыли трассу. Люди против ввоза львовского мусора на местный полигон. Услышала ли их власть? Знают наши журналисты. В 10 утра Криворожская трасса. В пробке стоят и легковые, и грузовые авто, и даже автобусы. Полсотни человек, все из поселка Диевка, ходят туда и назад по пешеходному переходу. Требуют закрытия местного мусорного полигона. Если не хотят, чтобы мы парализовали весь город, они должны понять, что этот вопрос нужно решать. Это полностью закрытие полигона. Люди жалуются, свалка находится всего в полукилометре от ближайших домов. Говорят, все четыре года, пока работает полигон, в поселке стоит удушливый запах. А в середине этого лета, когда сюда потянулись вереницы грузовиков, со львовским мусором жители потеряли терпение. От властей требуют прекратить ввоз чужих отходов. Жизнь доставила. У нас свалка воняет. Это просто невозможно. Нам же нечем дышать. Автомобилисты на этот протест реагируют болезненно. Простояв в получасовой пробке, некоторые машины разворачиваются, водители возмущаются. Я думаю, что это беспредел. Кто-то пытается прорваться через пикет, но безрезультатно. В сторонку отойдите, граждане. В полтора часа жители Дьевки стояли на трассе, требуя приезда чиновников из Днепра. Но никто так и не приехал. Разочарованные пикетчики разошлись по домам. Спустя три часа в мэрии прокомментировали ситуацию. Там уверяют, в ближайшее время воз мусора из Львова прекратят. У нас был заключен договор общим объемом 9 тысяч тонн. В настоящий момент вывезено почти около 800 или 8700 тысяч тонн. Перевозчики будут его возить сегодня и будут возить его завтра. После этого у нас действие договора заканчивается. Выполнят ли в мэрии обещания, люди намерены проверить лично. Если грузовики из Львова через два дня продолжат привозить сюда мусор, обещают выйти на новую акцию протеста. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробность. Телеканал Интер. Днепр. 135 миллионов гривен выделит государство на восстановление дорог и мостов в Донецкой области. Первый объект, который планируют отстроить, это мост под Славянском. Знаковое место, где два года назад начались активные военные действия с применением артиллерии на востоке Украины. Когда же приступят к восстановлению разрушенного войной жилья? И где чиновники возьмут на это деньги? Выясняла Ирина Баглай. 3 июля 2014 года. Кольцо вокруг оккупированного боевиками Славянска сужается. Украинские войска идут в наступление с двух флангов. Но боевики, уже готовясь к побегу, решают отрезать прямой путь к городу и подрывают этот мост. Спустя два года мост через казенный торец начали восстанавливать. Новый мост будет монолитным, шире и крепче, обещают строители. По срокам же надеются успеть, если осенние дожди не помешают. Есть риск по влаштованию асфальтобетонного покрытия, это когда будет уже мост сбудованный. Ну, будем надеяться на погоду. Если не будет погоды, эти работы будут принесены на наступный рейд. Помимо этого знакового моста, планируется восстановить еще три. В дальнейших планах капитальный ремонт автодорог. За рахунок фонда регионального развития, за рахунок того, что должно было идти на местный бюджет, на магистральную державную дорогу, мы сегодня спрямовываем деньги в этом году на три моста, которые будут в принципе в загальной своей смете коштовать 135 миллионов. Для нас это очень важно, потому что мостовые переходы это практически тем тромбом, который не отвечает сегодня транспортным потокам, которые находятся в Донецкой области. И это, знаете, в первую очередь, восстановление самой инфраструктуры. За мостом села, в которых почти не осталось целых домов, забор вокруг этого прошит осколками. Его хозяева – переселенцы турки, бежавшие 26 лет назад от войны из Узбекистана. Дом строил глава большой семьи. Увидев руины после обстрела боевиков, не выдержало его сердце. Второй год. Десять человек ютятся во флигеле рядом. Есть закон про антитеррористическую операцию, про АТО, которому предпочитается, что восстановление житла и так далее мое быть за рахунок державного бюджета с подальшим предъявлением позовов до краины-агрессора, який мое компенсовать фактически эти витраты, которые понесла украинский державный бюджет. А пока нет исков и нет средств. В Верховной Раде на рассмотрении два законопроекта, которые позволяют выделить деньги владельцам разбитых частных домов. В этом законопроекте предусмотрены несколько механизмов. Первый механизм – это компенсация за полностью разрушенное жилье. Если жилье подлежит ремонту и восстановлению, то то же самое. Комиссия областной администрации проверит это все дело и будет выделена сумма на восстановление жилья. Когда сроки парламентарии не называют, а жители упывают на международные благотворительные организации, которые хотя бы крышу установили и окна. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Россия будет голосовать против предоставления очередного транша МВФ Украине. Об этом заявил министр финансов Федерации Антон Силуанов. По словам чиновника, программа Фонда по Украине на 2018 год не предусматривает средств на погашение трехмиллиардного долга перед Россией. Силуанов отметил, Москва так и не получила от украинской стороны предложений о реструктуризации задолженности. А именно этот шаг должен быть одним из главных в переговорном процессе с МВФ, настаивая чиновник. В самом же фонде считают, что Киев выполнил все условия для предоставления кредита в один миллиард долларов. Украина ждет эти деньги уже более года, а заседание Совета директоров МВФ рассмотрит возможность выдачи очередного кредита уже в эту среду. В испанской Каталонии вчера вечером требовали независимости с песнями и плясками. Чем опасен мирный праздник и что несет, и несет ли он угрозу целостности государства, выясняла София Гордиенко. Хотя в этой истории сослагательное наклонение и неуместно, но 11 сентября могло бы стать днем независимости Каталонии, если бы 300 лет назад местные жители не проиграли битву испанскому королю. С тех пор в этот день каталонцы выходят на улицы с флагами, песнями и плясками, дабы напомнить Мадриду, реванш еще впереди. Только в Барселоне на улицах полмиллиона человек. Праздник праздником, но гимн региона Эльс Сегадорс, который переводится как «Жнецы», исполняли торжественно, хотя и печально. Кроме манифестаций, Барселона щекочет нервы Мадриду угрозами об отделении. Здесь даже референдум два года назад проводили, консультативный. Правда, правительство страны его не признало. Но вчера глава Генералитета Каталонии Карлос Пучдемон снова пообещал, этот вопрос все-таки поднимут до конца года. Это необходимый шаг, и его нужно сделать. Хотя, думаю, правительство не согласится на это. И мы будем вынуждены объявить независимость в одностороннем порядке. Надо отметить, что каталонцы сегодня просто пользуются случаем. Ведь уже почти год Испания живет без правительства, так что местные сепаратисты, можно сказать, остались без присмотра. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. За высокий забор стоимостью почти в 3 миллиона долларов предлагают упрятать мигрантов из французского лагеря Калем. Значит, деньги построят стену, и поможет ли она отгородиться от проблемы беженцев? Мнение за и против изучала наш европейский корреспондент Оксана Кундеренко. Докучают они порядком. Агрессивные и решительные мигранты целыми бандами атакуют автомобильную дорогу, которая ведет из Франции под Ла-Маншем в Британию. Бросают на трассу деревья, камни, останавливают движение и мчатся к грузовикам, чтобы в них перебраться на Туманный Альбион. Местные власти давно пытаются ставить преграды. Пока есть сетки и колючие проволоки, но эффективность такого забора невысока. Тянется он от паромного терминала к лагерю мигрантов джунгли. Ограду планируют продлить вдоль автомобильной трассы на километр. С воздуха отлично видно, что палатки приезжих кочевников уже добрались до самой дороги. Настолько разрослись джунгли. Британцы полностью взяли на себя финансирование этого проекта. Такова договоренность между правительствами. Они тоже должны вкладывать в безопасность. Вложить планируют почти 3 миллиона долларов. Строить 4-метровое бетонное заграждение начнут буквально через пару недель и закончат до конца года. Но не все в Британии рады таким инвестициям. Проводят параллели с Трампом и его забором на мексиканской границе. Да и вообще не верят в эффективность подобных сооружений. Это бесполезная трата денег налогоплательщиков. И она просто отодвинет проблему буквально дальше по дороге. Высокоорганизованные банды все так же будут штурмовать грузовики. А средства лучше потратить на эффективную борьбу. Например, задействовать военных. Мигрантов уже и самих целая армия. Рекордные 10 тысяч. И количество вновь прибывших растет с каждым днем. Условия в джунглях жуткие и лагерь собираются вовсе снести. Из-за этого власти тоже подвергаются критике. Словом, какими бы методами ни боролись с проблемой, всегда найдутся недовольные. Например, водители их штрафуют, если в грузовики пробрались нежелательные пассажиры. А тех переселенцев, кому посчастливилось добраться до страны мечты, из Великобритании депортируют. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. ЧП, которое может стоить карьеры. Что со здоровьем у Хиллари Клинтон? Накануне у всех на глазах она упала в обморок. Как на это отреагировал Трамп? И могут ли демократы заменить своего кандидата за два месяца до финала гонки? Мой коллега Дмитрий Анопченко об этом из Вашингтона. О здоровье Хиллари Клинтон сегодня снова говорит вся Америка. И даже лояльные к ней СМИ признают, банальный обморок, случившийся у всех на глазах, может обернуться политическим обмороком для демократов. Так что же произошло на самом деле? Официальная версия ее помощников – Хиллари просто перегрелась на солнце. И чуть раньше ушла с вчерашней церемонии памяти жертв 11 сентября. Вот кадры информагентств, как кандидат от демократов покидает мероприятие. Жара и действительно была вчера изнуряющая. И легкое недомогание вполне можно было бы объяснить. Но вот кадры, снятые случайными свидетелями. На них видно, как Хиллари просто рухнула на руки охранников. По данным всезнающего Fox News, она была без сознания. Вот это же событие, снятое с другого ракурса. Когда через несколько часов Хиллари вышла из дома дочери, всячески демонстрировала, она в прекрасной форме, мол, с кем не бывает. Улыбалась и фотографировалась с прохожими. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Чувствую себя великолепно. А что с вами случилось? Но что случилось, Хиллари решила репортерам не объяснять. И это дало повод для остальных вопросов. Почему ее помощники заявили об инциденте лишь спустя полтора часа, после того, как он случился? Почему прессе не дали следовать за ее машиной? Спрашивает Washington Post. Так что все-таки у нее со здоровьем, шокировано New York Times. Личный врач-политика была вынуждена признать воспаление легких. И Хиллари переносит его на ногах. Болеть нет времени. Вот почему в жару и одето очень тепло. Но сегодняшняя предвыборная поездка в Калифорнию отменена. И это, по мнению прессы, не очень хороший знак. Ведь обморок не первый. И, вопреки словам медиков, так могут проявляться скорее последствия не пневмонии, а сотрясения мозга, которое перенесла миссис Клинтон. Казалось бы, этой ситуацией мгновенно воспользуются республиканцы. Ведь в штабе Трампа и раньше заявляли, Хиллари очень больна, куда и в президенты. Но нет. Когда пресса бросилась с расспросами к Дональду, он на удивление оказался немногословным. Ее проблемы со здоровьем этим утром. Я ничего об этом не знаю. Чуть позже выяснится. Трамп и своему штабу запретил комментировать состояние здоровья Клинтон. И запретил критиковать ее. Просто из сочувствия. Впрочем, это как раз только подогрело интерес. А что же там на самом деле? Как метко выразилось в СНН. Нехарактерное молчание Трампа, наоборот, сконцентрировало внимание прессы на болезни Клинтон. Журналисты также выяснили, демократы неофициально уже обсуждали, а не собрать ли закрытое совещание, чтобы предварительно обсудить возможную замену Клинтон, если со здоровьем у нее станет совсем плохо. Но номинация нового кандидата от партии возможно только если она сама снимет кандидатуру. А похоже, что Хиллари Клинтон в этой борьбе готова идти до конца. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Помятник самому себе от президента Зимбабве и очередной рекорд от китайских моста строителей. Об этих и других событиях смотрите в нашем обзоре. Под облаками. Самый высокий в мире мост достроили в Китае. Рекордное сооружение проходит над рекой на высоте 565 метров. Это на 180 метров больше, чем самое высокое здание Украины – Киевская телебашня. Новый вантовый мост станет частью скоростной трассы в провинции Гуйчжоу на западе Китая. Его строили три года. Бюджет невероятного технического проекта – 1,2 млрд долларов. От скромности не умрет. 92-летний президент Зимбабве установил памятник самому себе. Это четырехметровая каменная статуя с поднятой рукой и сжатым кулаком. Самому Роберту Мугабе это извояние очень понравилось. А вот в соцсетях монументу основательно досталось. Пользователи сравнивают его с персонажами комикса о Супермене и мультфильма «Симпсоны». Невероятно красиво и совершенно безопасно. На французском острове Реуньон произошло сильнейшее извержение вулкана. Питон де ла Фурнес является едва ли не главной достопримечательностью острова, даже изображен на неофициальном флаге Реуньона. И, соответственно, привлекает много туристов. Но далеко не всем везет увидеть, как живописно из жерла вулкана вытекает лава. Это всего лишь второе извержение за год. 90-летняя королева Великобритании отказалась от услуг водителя. На отдыхе в Шотландии Ее Величество сама водит машину. На выходных Елизавету II дважды заметили за рулем авто. Первый раз королева с невесткой, герцогиней Кейт, торопилась на пикник. Женщины мило общались и улыбались. А второй раз Ее Величество прокатило сваху, мать Кейт, Кэрол Миддлтон. Кстати, в случае чего королева и починить автомобиль сможет. Во время Второй мировой Елизавета получила специальность механика-водителя санитарного автомобиля. Не только красавица, но и умница. Титул Мисс Америка 2017 выбрала студентка из Арканзаса Сэви Шилдс. Жюри покорил зажигательный танец девушки на конкурсе талантов, а добил ее ответ на вопрос жюри. Девушку спросили о ее отношении к кандидатам в американские президенты. Сэви Шилдс призвала Клинтон и Трампа быть осторожными и помнить, как каждое их слово и действие сейчас имеет большое значение. В борьбе за хрустальную корону блондинка обошла 51 соперницу. Украинская гордость. За два последних дня паралимпийцы в Рио наши спортсмены завоевали 13 медалей. 7 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Наибольшей сенсацией стали результаты в комплексном плавании на 200 метров. Над пьедесталом водрузили сразу три украинских флага. И все три призовых места достались нашим пловцам. А взявший золото Денис Дубров снова установил мировой рекорд, проплыв дистанцию за 2 минуты 6,87 секунды. Кроме того, двукратным чемпионом паралимпиады стал украинский бегун Игорь Цветов. Наши паралимпийцы завоевали в Рио уже 52 медали. 19 из них золотые, а также установили 8 мировых и 5 европейских рекордов. Наша паралимпийская сборная сейчас на третьем месте. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин